Всем привет! Вы на канале Цветуля у Светули. Меня зовут Светлана. Покажу вам сегодня, друзья, свои новиночки. Получила посылочку с агрофирмой Виола. Девчонки мои, подружки-блогеры, уже все показали. Теперь моя очередь. Я покажу вам, что я заказала, какой посадочный материал мне прислали. Потом покажу вам. Я убираю свою пеларгонию, зональную, плещерисную. Все заношу домой. На улице ужасно холодно. Я, короче, дотянула. У нас вообще холодина. Ну и все. Такое сегодня вам видео о черенках, о пеларгонии. И такой кратенький будет в конце видео обзор моего цветничка. Вот, смотрите, все так пусто, стало непривычно. Мне подоконники пустые, арка пустая. Надо скорее повесить мне на арку кормушку. Маленько хотя бы ее украсить, знаете, чтобы это... Ну, чтобы повеселее было. Ну вот, друзья, оставайтесь со мной. Я вам сейчас все расскажу и покажу. Вот мои череночки. Вот такие вот, друзья, от агрофирмы Виола. Как уже сказала. Смотрите, какая прекрасная корневая система. Это немезия вегетативная. У меня в этом году была белая, желтая и красная с белым. Очень мне, друзья, понравился этот цветок. И я вот еще три сорта заказала. Вот такая красота у меня будет в следующем сезоне. Надеюсь, что она у меня сохранится за зиму. А здесь у меня череночки вегетативной пиларгонии. Вот такая, девочки. Посмотрите, прекрасные черенки. Сейчас посмотрим, какая корневая система. Сейчас я вам покажу. Видите? Замечательные черенки, девочки. Посмотрите, какие роскошные. Буду их доращивать всю зиму. И весной, я думаю, что будет хороший, приличный кустик. Я досвечиваю все свои растения, как вы знаете. Да, вот кто на меня подписан. У меня есть специальная комната на втором этаже, где достаточно прохладно. Я там батареи не включаю в помещение, где у меня череночки стоят. Им там комфортно, светло, прохладно. Короче говоря, все 33 удовольствия созданы. Я думаю, что у меня кустики эти нарастут. И все будет у меня летом цвести и пахнуть. Смотрите, какой я взяла грунт. Это у меня привозная земля. Я покупаю землю, друзья, машинами. Потому что у нас, как это, как говорила уже раньше, у нас весь наш участок и дом, и все-все-все стоит на песке. Песок у нас. У нас нет земли абсолютно нисколько, ни грамма. Чтобы мне что-то посадить, друзья, мне приходится все выкапывать, песок. Делать, да, посадочные ямы. Выкапываю песок, потом туда завожу плодородную землю, торф, там, перегной. Все-все-все навозное. Я вот этот грунт, который привезла с Карелии, привезли мне с Карелии, я его просто через сито вот такой вот специально в Сигспрессе покупала, просеяла. Здесь у меня вот такой рыхленький он получился. Хороший, прекрасный грунт. Здесь у меня песок с торфом смешанный. Вот такой вот грунтик. Ну и здесь тоже песок с торфом. Это у меня тут такие работы происходили. Я пересаживала свои череночки, которые у меня были в емкости по 4 штучки. Например, вербена была по 4 штучки в одной емкости. Сейчас я вам покажу, как я их пересадила. Вчера я этим занималась. Я вам только что сейчас видео показывала свои черенки. Я все-все черенки рассадила по одной штучке в емкость. Вот у меня было, вот это, например, покопа, у меня было укоренено вот в такой емкости сразу 4 штучки. Я все рассадила. Здесь у меня белая и сиреневая. Вот сиреневая цветет. Вот как я рассадила. Сверху иголочки положила, чтобы не пересыхало быстро. Вот теперь все у меня благополучно. Все по одной, по одному растению в емкости. Также вербену я в такой маленькой емкости укореняла по несколько черенков. Просто, знаете, для того, чтобы как бы продублировать. Мало ли, думала, что не приживется какой-то. А у меня взяли все прижились, все корни дали. Вот я их вчера все рассадила по емкостям. Обещают нам холод. Я быстренько хотела заняться этим делом на улице. Знаете, чтобы домой лишнее грязи не таскать. Рассадила, полила. У меня здесь у всех этих баночек отверстия. Дома опять грязи будет. Надо будет какие-то поддоны или что-то такое делать. Все, полила. Вот питунью тоже рассадила. Две было в одной вот такой емкости. Я их по-разному рассадила. Корневая система отличная. Убокупы даже еще подрезала корневую систему. Так хорошо наросла. Пришлось немножко даже подрезать. Вот еще мне надо из дома взять не мизея. У меня своя укорененная. Тоже несколько черенков в емкости в одной. Надо рассадить. Вот обязательно это сделаю. Короче говоря, вот сейчас такими делами занимаюсь. Череночки все рассаживаю. Готовлю к тому, чтобы дома этим не заниматься. Дома все-таки, знаете, это бесконечная грязь. Мне за зиму и так надоедает. Пока возможно съесть, занимаюсь вот такой вот грязной работой на улице. Так, не мизею буду рассаживать вот по таким емкостям. Это у меня стаканчик из-под сметаны. Эти отверстия делать не буду, чтобы, знаете, грязь не сыпалась лишняя. Я поливаю всегда по весу. Никогда не переливаю. В принципе, у меня такой проблемы. Нет перелива. У меня все с этим отлично. Так что я не переживаю, что где-то отверстия у меня нет. Я не это... Я могу, наоборот, засушить, друзья. Чем перелить. Все у меня аккуратненько. Вот вчера пил аргонию сортовую, которую купила на ярмарке. Посадила вот в такое кашпо. Вот еще у меня одна приготовлена. Тоже буду ее пересаживать. Смотрите, какая красивая бордовая. Потом, когда все это сделаю, друзья, я вам обязательно результат покажу. Ничего тут такого нет. Поставлю землей, засыплю и все. Сначала вот этой земельки добавлю. Потом вот с песочком турфа все перемешаю. И вот так вот у меня покупной земли нет. Пока что своей буду обходиться. Вот так вот, друзья. Надеюсь, что такая смесь земляная моим растениям понравится. Вот, друзья, смотрите, вот это все у меня приготовлено. Пойдет домой в пиларгонии. В этом году я своих красоток практически не резала. Как они у меня наросли за лето, так я и оставила. Только некоторые, буквально некоторые, где я прям вот вижу явно, что во внутрь куста ветка идет некрасивая. Да, зачем она во внутрь куста? Она не нужна, я ее отрезала. Где-то ветка вниз идет тоже вот. Вот, буквально несколько штучек я подрезала. Остальные у меня все пиларгонии, просто я их почистила. Все плохое им удалила. Все листики желтые такие. Ну, короче говоря, все плохие листья убрала. Почистила вот здесь вот этот грунт от всяких там этих лепесточков, от всего-от всего. До этого я пиларгонию свою обрабатывала, от вредителей от болезней, от вредителей я B58 брала, от болезней топаз. Все обработала, в принципе, но они все такие пыльные. Я, наверное, буду их немножко как бы душиком мыть, потому что листочки все-все пыльные. Я так посмотрела, мне, конечно, не понравились листочки, все в пыли. Скорее всего, что я их подушиком помою и потом только занесу на второй этаж. Но посмотрю, может быть, потом на втором этаже просто как бы их обрызгаю, но не знаю. Вот, вот такая у меня работа будет. Вот вам хочу показать, смотрите, вот это у меня пиларгония сорт ангел. Она вот такая, она как бы, знаете, немножко такая размахайстая пиларгония. Видите, какие у нее эти веточки такие тоненькие. И вот такие цветочки, не это. Ну, такие вот они интересные. Они, как, даже не знаю, что они мне напоминают. Как у виолы немножко напоминают цветок. Я, короче говоря, эту пиларгонию буду обстригать на одну треть. Вот смотрите, она вот в таком состоянии, да. Я ее вот так буду обстригать. Не пол куста отрежу, а одну треть куста. Вот, отрежу. Как бы такую форму ей придам, но она все равно за зиму у меня отрастет. Ей такую вот прямо стоячую форму не придашь. Она всегда такая вот, такая. Но все равно она красивая очень. Это мне пиларгония нравится. У меня еще есть кустик. Я уже кустик один обрезала. Сейчас я вам покажу, найду, куда я его поставила. Так, вот она у меня. Вот она у меня. Это молоденький кустик. Вот такой вот. И я его вот так вот обрезала. Вот так. Все-все тоже. Она у меня вся-вся цвела. Но, знаете, дома тоже грязи не хочу. Сразу ее обрезала. И сейчас вот эту красотку обрежу. Вам покажу, как будет она после обрезки выглядеть. И плющелесные сейчас покажу, которые у меня очень наросли плети большие. Наросли плети. Я их тоже на одну, вторую укорочу. Может, на одну, третью. Вот так вот. А здесь вот у меня молоденькие плющелесные пиларгонии. Я их тоже чуть-чуть подстригла. Ну, совсем чуть-чуть. Вот такие хорошенькие. Вот это у меня только что посаженная с череночника брала череночки. Вот, друзья, столько мне надо занести домой. Представляете? Вообще. Вот так я эту красавицу подстригла, друзья. Все веточки вовнутрь куста, которые были, удалила. И побеги. Вот смотрите, сколько она стригла. Вот какие побеги. Вот такие. Ну, разные тут длины. И разные, как бы, это. Она нарастет все равно. Я досвечиваю всю зиму. В принципе, они, как бы, у меня хорошо растут. И зимой цветут, и растут. Я даже не переживаю, что она теперь вот такая лысоватенькая. Ничего страшного. Вот так вот надо эти. У них, как бы, цветочные почки. Сейчас будут закладываться. Вот я сейчас ее обрезала. И больше я ее корректировать не буду в феврале месяце, там, например, да. Как вот зональные. Зональные буду обязательно в феврале месяце подстригать. Форму такую более-менее красивую придавать. Потому что они за зиму могут и вытянуться, да. И в разные стороны некрасивые подтирасти. В феврале обстригу. Буду, ну, как бы, они у меня и так будут досвечиваться, да. Но все равно уже сокодвижение такое начнется. Все-таки приближение весны растения чувствуют. И они пойдут у меня в рост. Буду подкармливать. Короче говоря, буду вам все, друзья, показывать. Как они у меня будут зимовать, обязательно вам все-все покажу. Здесь вот оставила цветочки. Вроде такие они потрясла. Ничего не сыпется. А так, конечно, старалась. Здесь вот, наверное, даже удалю все эти цветоносы. Они мне не нужны. Старалась это по максимуму все удалить, все цветы. Потому что сейчас принесешь домой, и будет одна грязь. Но, с другой стороны, также хочется мне и полюбоваться вот такими вот красотами. Слушайте, уже темно. Завтра видео вам досниму. И завтра, скорее всего, выложу. Сегодня уже ничего не успеваю. Все, друзья, расквиталась я с этими пеларгониями. Все убрала, домой занесла. Остались у меня только плющи листные. Вот четыре штучки. Вот эта у меня была летом. Такая красивая. Цвела разноцветными. И белым. И с таким сиреневым. Здесь несколько сортов. В одном кашпу посажено. Три сорта. Она у меня упала. Поломалась. И я ее, короче говоря, на задворке дома отнесла. На другое окно. На северное. Она у меня там стояла, обрастала. Хорошо. Смотрите, как наросла. Сейчас я вот это вот все ей обрежу по низу. И я надеюсь, что она у меня за лето... Ой, за лето. За зиму. Нарастет и будет в следующем году опять шикарно цвести. Поменяла я кашпу. Такое более крепкое купила. Надеюсь, что она у меня в следующем году будет опять шикарно цвести. Вот еще девочка из семян. Красивая. Вот только что она, знаете, как сказать, одревесенилась. А вот такие у нее толстые побеги. И такая она интересная. Форма у нее смешная. Но не буду я ее сильно обстригать. Пусть вот такая будет красивая. Все девочки семенные. У меня пеларгонии эти. Я покупала семена в интернет-магазине. Или Соло. Наберите в поисковике интернет-магазин Соло. Еще есть интернет-магазин Белла. Там всяких различных семян продается. И плющелистных, и зональных. Каких хотите. Вот, смотрите, какая красота. Какой цвет необычный. Правда? Сейчас их подстригу. Все листочки плохие уберу. И вам покажу. Ой, слушайте, какая у нас холодина. Вы не представляете. Сегодня у нас... Ой, это я видео снимаю на следующий день. Вчера уже не стала этим заниматься. Уже так сумерки такие были. Смеркалась. Это сегодня 16-е. А вчера было 15-е октября. Но сегодня вообще такая холодина. Они у меня вот стояли, девочки, пеларгонии эти на улице. Представляете? На улице 2 градуса. Они такие хорошенькие, зелененькие стоят. Вот скорее, вот скорее надо их забирать. Иначе я боюсь, что они это у меня подмерзнут. Жалко будет, конечно. Сейчас все сделаю и вам покажу. Ну все, вот так я их обрезала. Вот по возможности убрала листики сухие. Вот смотрите, сколько я, друзья, нарезала. Еще вот сколько. Это у меня зональных. Вот так теперь они у меня выглядят. По возможности цветоносы тоже не хочу домой забирать с цветоносами. С цветами, то есть. Потому что сейчас они сразу начнут это опадать. Все-все удалила. Так что вот так вот. Вот столько у меня нарезано. Они такие, конечно, тонкие, звонкие. Но я думаю, что за зиму нарастут. И будут такие полноценные кустики. Вот здесь у меня череночек посажен. Он такой, конечно, тоненький. Все веточки такие хрупкие. Не знаешь, как, слушайте, взять. Все ломается. Но еще и холодно. Все-таки на холоде стояли. Так что я сейчас их намою. Занесу в душевую кабинку. Все намою. Воду их напитаю. Они у меня все сухие. Я их не поливала. Раз в недельку поливала, которые у меня стояли пеларгонии на улице. Из-за этого они такие все, знаете, сухие-присухие. Горшки легкие-прилегкие. Надо их хорошенько намыть, напитать водичкой. И потом занесу их на второй этаж своим пеларгонием. Пока вот в такую процедуру. Я уже все эти зональные намыла. Все им это. И кашпо все намыла. И все листочки намыла. Знаете, как это все-таки, чтобы чистые там стояли. Обработку, наверное, еще раз сделаю. Делала на улице до этого. Да, я уже говорила вам. И еще, наверное, дома все-таки еще один разочек пройдусь. Хотя бы фитовермом от вредителей. Вот. Он такой биологический препарат. Несильный, но хороший. Мне нравится фитоверм. Знаете, я как развожу? Я развожу 1 мл на 100 мл воды. Вот такую дозировку делаю. Если на препарате написано 4 мл, значит, на 400 мл воды развожу. Это вот как бы такая дозировка. Она и клещей всех убивает. Ну, вот так вот. Вот, смотрите, уже кормушку приготовила. Повешу на арку. Сейчас покажу вам череночки, а потом прогуляюсь по цветничку. Покажу, что тут у меня. Теперь поменялось. Все пустенько стало. Ура, друзья! Я это сделала. Все притащила на второй этаж. Правда, еще не доделала, как бы, да, не подключила. Вот еще лампы у меня здесь вот лежат, не подключены. Вот как у меня будет все здесь зимовать. Вот так. Смотрите, я такие вот стоечки покупала в том году на Валберисе. Специальные такие держатели для ламп. Это у меня фитолампы. Я их покупала у себя в городе. А это вот в интернет-магазине Валберис. Ну, у меня есть и простые лампы, и фитолампы. Я разными, друзья, пользуюсь. Вот мое богатство. Вот мое хозяйство. Вот сколько много всего. Еще вот целый стеллаж черенков. И черенки у моей уже подросли. Особенно вот колиусы. Мне нужно их уже, наверное, вот отсюда можно уже пересаживать побольше емкость. А то быстро будут пересыхать. Будут только поливать без конца. Ну, ладно, посмотрю. Вот смотрите, череночки, которые я только что вам сейчас показывала, получила. Я их вот уже по таким литровым емкостям рассадила. Корневая система там хорошая. И вот так вот я их рассадила. У меня получилось 9 пеларгоний. Вот они у меня вот здесь вот стоят. Зональные, по-моему, 8 зональных, а одна у меня плещелистная. А заказывала больше. Мне почему-то, ну, не прислали нам. Заказывала я еще петунии, мне не прислали. Прислали мне только 2 немезии, а заказывала я 3. И одну вербену вегетативную. И даже не помню, каким цветом я заказывала. Вот, вот немезия, кстати, вегетативная. Вот сейчас мне вот ее прислали. Вот так вот я ее посадила. Я вам показывала, как на улице я ее рассаживала. Она такая вот хорошенькая, прям жирненькая такая. Вот моя тоже немезия вегетативная. хорошенькая. Два только череночка в одной емкости. Я еще что-то не успела рассадить. Вот рассажу, может быть, завтра. А так я уже сходила, выкопала немезию из грунта. Мама сейчас говорила, что надо выкопать. Уже выкопала. Боюсь, чтобы не замерзла. Все-таки у нас уже 0 градусов на улице. И вон там еще не рассадила. А что-то некогда все было. Ой, времени в обрез, короче говоря. Не знаешь, за что хвататься. То ли рассаживать, то ли, говоря, есть нам чем цветоводом заниматься. Никогда нам скучать. Вот это тоже у меня петуния вегетативная. Вот такая вот. Сеномыло, кашпо, сеномыло, сеномыло. Эти пеларгонии красотки стали. Прям чистенькие такие. А то были такие все некрасивые. О, какая красотка тюльпановидная. А это разыбудная. У меня еще пеларгонии на двух окнах стоят. Не только здесь, а еще... Ну, там без досветки. Там просто будут стоять на окнах до весны. А весной уже это. Я их подкорректирую, подстригу, и они хорошо нарастут до лета, я думаю. Вот разбудная пеларгония у меня красоточка какая. Такая вот прямо цветет. Девочка молодец, старается. Красивая. Вот так вот, девочки, у меня здесь такое хозяйство. Вот. В помещении прохладно. Батареи выключены. Я даже пододелась тут так зябко. И вот они у меня в такой прохладе зимуют. Здесь градусов... Ну, больше 20 не поднимается, по крайней мере. Бывает даже и 16 градусов, смотря какая температура на улице. Еще включена ли у меня батарея? В другой комнате. Вот в этой я не включаю. А еще у нас есть вот там вот комната. Там я включаю батарею иногда. Да, когда на улице совсем прохладно, холодно. Вот. Я там включу. И здесь тоже как бы греется помещение. А то совсем бывает так холодно. Так что вот так вот зимовать будем здесь. Здесь еще вот столько места есть. Можно вот это все пространство занимать. Лампа у меня еще есть как бы. Ой, это вообще здесь такая иллюминация у меня. Досвечиваю я. Утром включаю, вечером выключаю. Где-то часов в 12 я досвечиваю свои растения. Ну, им тут хорошо, конечно, хорошо. Прохладно, не жарко. Накормили, напоены. Знаю, расти. Вот такое вот у меня помещение, друзья. Вот еще у меня один стеллаж пустой пока что. Здесь у меня лампы от мини-фермера. Такие хорошие. Тоже досвечивается все. В этом стеллаже у меня лампы простые. Ну, как бы не простые, а... Вот здесь фитолампы три штучки. Я у себя в городе покупала. А здесь простая лампа такая вот она, обычная. Ну, вот как это такая же, только поменьше. Тоже все хорошо растет и под обычными. Есть у кого возможность, можете приобрести. Но нет возможности купить обычные. Друзья, забыла вам сказать, что этот стеллаж мы покупали в магазине Икея. Вот такой он. С полочек у нас здесь пять штучек. Можно больше сделать. Добротный, такой хороший. Мне нравится. Мы давно покупали уже. Здесь вот внизу подразумевается ящик. Ну, вот я ящик убрала. Не до ящика мне поставила цветы, короче говоря. А этот стеллаж покупали Боби. Но он мне достался в подарок. Но я точно знаю, что он продается Боби, этот стеллаж. Есть и поменьше, на три полочки. Есть на четыре полочки. Вот такой вот хорошенький. Он тоже это... Вы знаете, как парничок такой собирается, застегается. Вот, вот, пожалуйста. И там такое это... Там тепло растение. Вот все закрылось под пленочкой. Досвечивается. Теплее растение растут, как на дрожжах. Ну вот, все. Показала вам это помещение. А сейчас пойдем... И прогуляемся по моему цветничку немножечко. Сейчас я вам быстренько покажу. У колиусов еще листочки не отпали. Как ни странно, все на месте. Холодина страшная. Просто я вся замерзла. Вот еще цветет пастель грин. Красотка. Даже не покоричневела. Ничего. Молодец. Хорошая девочка. Это у меня не успевает, конечно. Смотрите. Бутоны даже порозовели, наверное, от холода. Вот здесь я еще не убрала цветочки. Но пока вот пусть постоят. Алиса, в принципе, цветет неплохо. Хорошо. А здесь уже все-все убрала. Вот еще бакопу не убрала. И не убрала навесные навести. Надо убрать там у меня... Надо мне сохранить два кашпо с пеларгониями плюс щелистными. Надо обязательно сохранить. Уберу сегодня. Потому что холод страшно стоит. Ну, а так все, в принципе, это без изменений. Все цветет. Все пока благоухает. Такая погода холодная, в принципе, это же многолетние растения. Многолетним растениям это ничего страшного. Они... Не это. От этого не страдают. Вот еще у меня вербена не убрана. Надо убрать. Подрежу и домой заберу эту вербену. Буду ее зиму... Попробую зиму с ней повозиться по это. Посмотрю, может быть, она у меня... Будет себя хорошо чувствовать. Знаете, тоже с вербеной проблемы зимой. Она может такая быть сухая, некрасивая. Ну, посмотрю. По крайней мере, хочу сейчас вот возьму. Обязательно кашпо обрежу и домой занесу. Ну, вот так все. Выкапала вот вчера пеларгонию у меня приходила. Знакомая забрала пеларгонию с грунта. Жалко. Такая хорошая. Красиво так цвела все лето. Такой пуст шикарный. Вот я говорю, приходи, выкапывай, забирай, потому что мне точно не надо. Вот тоже полярный медведь. Красоту он цветет. Смотрите, как роза выросла. Это вообще... Это у меня роза. Черная магия. Очень красиво. Смотрите. Не вызревшая. Надо будет ее обстригать коротко. Потому что, смотрите, какая огромная. И побеги все красные. Вообще. Короче говоря, не успеет она у меня даже раскрыться. А такая она красивая вообще розочка. Вот здесь тоже пеларгонию выкапала. Вот эту еще надо забрать, кстати. Я про нее забыла. И еще одна. Ой. Ой, еще одна пеларгония. Сейчас вот это надо все почистить, порезать. Так, не знаю, что с этой пеларгонией будем делать. Смотрите, наконец-то начала распускаться хризантема. Не прошло ее полгода. Так что вот, друзья, холод страшный. Руки мерзнут, а работать надо. Вот не мизийку надо убрать уже. Все, она бедная. Вытрепалась все. А здесь, как ни странно, вербена цветет. Прям вообще в ударе. Вербена в ударе называется. Пеларгония вся пожухла, а вербена молодец. И здесь, смотрите, как хорошо вербена тоже цветет. Вот это я заберу домой. Вот эти два кашпо. Попробую сохранить пеларгонию вместе с вербеной. Не знаю, как у меня это получится, конечно. Но попробую. Вся покоричневела у меня гортензия ванила фрайс. Только вот эти вот молодые, недавно распустившиеся цветы не покоричневели, а вот это все-все покоричневело. Прям такая стала вообще. Мунлайт такой тоже, смотрите. В принципе, это... Вот это вообще беленькая, хорошенький такой. Соцветие вообще какое огромное и белое. А эти уже такие, девчонки, коричневые все. Потому что нас тут заливало. А все-таки это... Не прошло зря для гортензий. Ну ладно, я буду гортензии подстригать, когда они все листики сбросят. Пока не буду трогать. И шапочки пусть пока такие коричневые, ну и пусть. Пусть будут. Не буду обрезать. Соцветия пока... Пока не буду. Вот. Вот это очень красивая гортензия такая, прям нарядная. Вот такой у меня, друзья, сейчас цветничок. Прям акулиус тоже. Вообще такой прям хорошенький. Ничего не сбросил. Ну не знаю. До какой температуры они интересны. Если минус, конечно, может быть минус один, минус два, они все такие свернутся. Пока минусов не было, но ноль у нас уже был. Как бы это... Не знаю, когда. Когда придет их время уже все повянуть. Тоже, смотрите, стоит пока живенький. Вот хочу, знаете, чего еще сделать-то, друзья? Это ж у меня не мизия вегетативная. Вот хочу желтую взять, выкопать. Я, наверное, выкопаю, заберу домой с корневой системой. Корневая система, в принципе, там это хорошая, наверное, такая. Она прямо... Куст огромный и корневая, наверное, хорошая. У меня череночки сняты, но, наверное, все равно возьму домой. Попробую выкопать. Розочка, смотрите, как здорово цветет. Это у меня ред... Не ред, это у меня велюр, по-моему, розочка называется. Такая прямо зацвела очень что-то поздно она у меня. Была выстрижена под ноль, очень коротко. Из-за этого, наверное, поздно зацвела. Это у меня гелиотроп цветочек такой тоже. Слушайте, сейчас ничего не поливаю. Все сухое. В принципе, это выкину все равно все. Череночек у меня один снят с гелиотропчика. Тайдалы тоже уберу. Все, все уберу, друзья. Ну, здесь тоже вот еще колиус такой. Вот этот уже пострадал колиус, я вижу. Он уже такой, видите, листочки все завернулись. Так, а гортензии так еще и так. Вроде ничего выглядят. Здесь тоже колиус. Тоже вижу, что ему это холодно. Но у листочки, в принципе, еще не это. Не облетели. А вот Алису ему хоть бы что цветет и пахнет. Ему эта погода самая то. Он летом у меня не хотел расти. А осенью ему красота. Вот еще надо будет розами потом заняться. Розы что-то листья вообще не сбрасывают. Наверное, будут это сбрасывать, когда вообще на улице минусы начнутся. Тогда и сбросят. О, видите, тоже стоят. У меня еще тут Фуксии надо забрать. Я и забыла. Точно Фуксии сейчас заберу. Они терпят, конечно, холод, но уже все равно надо забирать. Вот здесь Фуксия у меня была. Я ее выкопала. Пока что присадила, забрала уже домой. Вот так вот, друзья. Холодно очень. Не люблю такую холодину. Работать в такую холодину вообще неприятно. Вот как. Тоже красивая эта гортензия такая вообще. Хочу вам показать, какая красивая, друзья, гейхера. Правда? Вообще какая красавица. В том году просто воткнула. Маленькую розеточку мне подружка дала. И все. И ничего не делала. Она у меня укоренилась. Ну, как бы прижилась. Ну, перезимовала даже. Все в порядке. И вот так вот еще нарастила немножко побегов. Ну, не побегов, а... Короче, разрослась чуть-чуть. Была совсем маленькая. Такая красивая вообще. Я ее такое никогда не видела, красотки. Прям какие-то вкрапления красные гейхеры. Интересная какая. Вот тут тоже была маленькая розеточка. И так хорошо за лето разрослась. Прям вообще. Вот мой череночек тоже. Розочки. Разросся. Хорошо. Ну, вот так. Все. В принципе, еще пока что достойно выглядит. Так что без цветочков тоже вроде как ничего. Вот алису он-то вообще красотой. Надо хоть полить его, наверное. Пусть еще подцветила. Вот такое вам сегодня, друзья, видео. Дел еще у меня столько предстоит сделать. Это вообще... Когда открываешь сезон, столько дел. А когда закрываешь, мне кажется, еще больше дел. Ну, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я вам и дальше все буду показывать и рассказывать. Всем всего доброго, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»